Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Знаете, самый цитируемый момент вашей биографии – это тот факт, что вы медик в пятом поколении. А среди ваших предков все были медики-медики или тоже были чиновники и начальники медицины? Не было никого. Начальников таких административных лиц не было. Хотя, скажем, мой прапрадед, он был первым деканом медицинского факультета Нижегородского университета, создателем медицинского факультета, ну и фактически первым ректором Нижегородского медицинского университета. Поэтому какие-то, по-видимому, административные какая-то жилка в нем была. Менеджерские, как сейчас говорят, да. Он заведовал двумя кафедрами внутренних болезней и пропедевтики внутренних болезней. Очень в Нижнем Новгороде почитаемый человек. Это все по отцовской линии, да? По отцовской линии. А специализация какая была ваших предков? Ну вот, прапрадед был терапевт, соответственно, дальше были педиатры. Мой папа – профессор детский невролог, мама – кандидат медицинских наук, детский невролог. Я, наверное, была бы тоже детским врачом, потому что училась я на педиатрическом факультете. Но тогда семейственность не приветствовалась. Поскольку я мечтала быть неврологом, я пойти на кафедру, где работал мой папа, не могла. И я специально обращалась к ректору с разрешением мне трудоустроиться на кафедре неврологии другого факультета, взрослого факультета лечебного. Я была ленинская стипендиатка и занималась также научными исследованиями, и мне было разрешено. И уже в ординатуру я пришла на кафедру своего учителя Евгения Ивановича Гусева, академика, нашего ведущего невролога. И дальше уже вся моя жизнь была связана со взрослой неврологией. Вы упомянули ректора, это, я понимаю, речь идет о втором медицинском. Да, второй медицинский. И у вас по материнской линии кто? Ну, мама у меня врач, они, собственно, учились в одной группе, моей мамой с папой. Это была такая студенческая любовь. Я была первым ребенком на курсе, родилась в самом начале пятого курса. Поэтому, как сын полка, дочь полка, все потихонечку со мной сидели. Вот мамин родители с медициной не связаны совсем. И папа моей мамы был красным директором, директором крупного советского завода. И сопровождал этот завод во время эвакуации, во время Великой Отечественной войны. И, в общем, совершенно это была другая деятельность. Когда-нибудь бывали моменты сожаления о выбранном пути? Никогда. На самом деле человек может заниматься чем угодно и найти себя в чем угодно. Я в этом абсолютно уверена. И, ну, скажем, мой путь, я всегда мечтала заниматься мозгом и математическим кодом мозга, влиянием музыки на разные структуры мозга. И это меня привело в медицину, а не какие-то другие соображения. И, собственно говоря, весь путь в этом направлении развивался. В общем, все. Жизнь свои условия какие-то создавала, но в этих условиях все равно человек находит то, что его интересует. Вот то, что могу сказать. Я про ваше увлечение музыкой знаю. Очевидно, что у вас есть слух, а голос у вас есть? Нет, я бы не сказала. Слух у меня был в детстве абсолютный. И я была таким феноменом, которого демонстрировали в раннем возрасте. Я слышала тональности, я сопряженно воспринимала цвета тональностей. И, ну, в общем, это мне очень помогало, с другой стороны, очень мешало. Собственно, я планировала какое-то время заниматься профессиональной музыкой и хотела быть аранжировщиком. Мне очень нравилась гармония и расцветка одной и той же мелодической фразы. С разными интонациями. Вот это то, что меня очень увлекало. Про цвета тональностей можете как-то пояснить? Ну, они полностью не совпадали, скажем, со скрябинскими цветами. Но, тем не менее, скажем... Я и про скрябинские цвета тоже не знаю. Чуть-чуть поподробнее. Есть особенности такие восприятия музыки, определенных тональностей, которые сопрягаются восприятие либо с запахом, либо с каким-то цветом, в том случае, если это очень сильное эмоциональное влияние на тебя оказывает. Но это для мозга я не могу сказать, что только очень позитивно, потому что это очень большая нагрузка на височную долю мозга, особенно правого полушария головного мозга. Поэтому мой папа – невролог детский и очень хороший детский невролог. Он в какой-то момент мне отсоветовал заниматься профессиональной музыкой и как-то так мягко, как я сейчас уже понимаю, перенаправил меня немножко в другое русло. То есть это была манипуляция? Ну, я бы так не сказала определенно. Знаете, когда даешь какие-то жесткие дефиниции, то возникает ощущение немножко, ну, такое, скажем, искаженное все равно, потому что это было мягче, так скажем. Наверное, это была некая манипуляция в большей степени психоэмоциональная. Но у меня было абсолютное доверие в детстве моим родителям. Было, а потом? Нет, оно никуда не делось. Просто с возрастом в каких-то вопросах я все больше и больше ответственности брала на себя и за принимаемые решения, и за них. А в детстве я была открытой системой, и то, что говорили мои мамы и папы, я воспринимала просто вот так абсолютную истину, никогда не переосмысляя то, что они говорят. Вот особенность такая была. Вы знаете, когда вы говорили про влияние музыки на организм, на мозг, я вот о чем подумал. В конце 80-х было такое письмо публиковано писателю, которое называют почернику, про то, что рок – это наркотики. И я помню, что меня, человек, которого очень увлекался, рок-музыка, меня это возмутило, потому что, ну, что это вообще наезды. А вот сейчас я понимаю, что действительно музыка может оказывать действие, ну, серьезное такое, которое может сравниться с действием медикаментов. Но на самом деле, если под наркотиком считать тот химический элемент, который вызывает чувство радости столь сильное и раздражает опиоидные рецепторы мозга, которые потом имеют последействие, и возникает тоска по этому ощущению, то есть мозг сам хочет его получить повторно, то с этих позиций любой сигнал, который приводит к подобному восприятию мозгом, является наркотиком, но в понимании в широком. Поэтому здесь, конечно, вы правы, и музыка является наркотиком. Я очень зависима от музыки. И, скажем, я каждое утро себе моделирую эмоциональное состояние определенными музыкальными произведениями, в зависимости от того, какой день, какие события мне предстоят. И мне это очень помогает. Помогает в разных ситуациях, скажем, бывает же очень тяжелые периоды перегрузок, Ну, скажем, нормальный мозг, он должен отдыхать в сутки не менее шести часов. Не учитывая период сна? Именно период сна я имею в виду. То есть шести часов достаточно? Ну, лучше больше, в принципе. Считается, что женщина должна чуть больше отдыхать, чем мужчина. Где-то есть разные данные, но от семи до восьми часов. Мне всегда в детстве было комфортно спать долго. Там, скажем, мне казалось и в детстве, и в юности, что девять часов – это некий мой норматив. Когда я просыпаюсь свежая, отдохнувшая, у меня прекрасное настроение и так далее. Но в жизни она диктует совершенно другие условия. Поэтому у меня бывают периоды, когда я сплю по три с половиной-четыре часа, и за дня в день очень-очень долго. Очень долго. Работа, воскресенье. Неделя? Ну, не менее недели, да. Это, в общем, для организма испытание. Для того, чтобы научиться этому противодействовать, есть определенные приемы, которые вырабатываются. В том числе, мне очень помогает музыка. Музыка дает релакс необходимый, и погружение в какой-то свой внутренний мир, который позволяет выдохнуть и, с другой стороны, вдохнуть. Когда вы говорите музыку, вы имеете в виду исключительно классический? Нет, самое разное. То есть вы слушаете? Я классическую музыку очень люблю. Причем она мне помогает по-разному, скажем. Левополушарная музыка – это такая алгебраическая музыка Моцарта. Но наиболее четко у Моцарта это можно проследить. А есть музыка такая спонтанная, эмоциональная, правополушарная. Это Чайковский, Рахманинов, русские композиторы, в основном конца XIX – начала XX веков. Это иногда тоже очень необходимо. Иногда важно сочетать одно с другим. А что касается такого современных примитивных мелодий, среди них есть тоже очень интересные мелодии, которые, как вот своеобразный код музыкальный, мозг увлекают и дают возможность тоже отдыхать. Кое-что мне очень нравится из «Битлз» и из позднего Маккартни, ну, скажем, самостоятельного уже Маккартни, что-то нравится из джаза. То есть я правильно понял, что вы себе некую установку даете, вы с утра подбором музыкальных произведений настраиваетесь на тот или иной род деятельности? Ну, я себе постараюсь помочь, создавая определенный настрой, действительно, структура личностной на день. Конечно. Вы в машине слушаете? В машине, да. Что сегодня слушаете? Что понять, какой у вас настроек? Я вам не скажу. Понятно. Сегодня не скажу. А ваши родители разделяли ваши пристрастия музыкальные? Они тоже были очень ориентированы? У меня вообще в семье половина медиков, половина музыкантов. И в семье папиной музыкальное образование имели все, и все умели играть на разных музыкальных инструментах. Папина сестра одна, дирижер, и сейчас в Москве руководит одной из школ хоровых. А младшая папина сестра, она заведует кафедрой в консерватории, является деканом факультета, по-моему, у них называется усовершенствование, или что-то вроде этого, в консерватории. То есть она занимается профессионально теорией музыки и искусствоведением, музыковедением. Ну и в предыдущих поколениях музыкантов было достаточно много. Не было каких-то великих, скажем, композиторов или исполнителей, но какая-то тенденция и связь с музыкой прослеживалась во многих поколениях. Скажите, что ваша тетя дирижер. Я читал, что вы тоже рассматривали профессию себе такую. Но вот когда был период, когда я этим занималась... Это под влиянием я хотел бы сказать, это под влиянием? Нет, абсолютно. Вот никогда на самом деле под влияние не попадало ничьи. Да? Ну так во всяком случае мне представляется. Может быть, я как бы завышенно себя оцениваю. Но мне казалось, что я самостоятельно принимаю решения. Я сейчас резкую сторону от семейной тематики про влияние. А про влияние президента Путина вы попадаете как человек, работающий на... Вы знаете, я вам хочу сказать, что мне Владимир Владимирович очень близок и интеллектуально, и эмоционально. Я не знаю, попадаю ли я под влияние его, но это тот контакт, который мне чрезвычайно приятен, очень комфортен. Я чувствую себя как бы как с человеком, который понимает не только то, что я говорю, но то, что я думаю. Вот это очень важная ситуация, поэтому, но с этой точки зрения, я член команды, я, конечно, наверное, под влиянием лидера сильного команды. Вы знаете, о чем я подумал? Вот все медики, это известно, у меня было очень много в студенческую пору друзей, которые учились во втором, в первом меде. Они ведь, зная о вреде самых разных веществ, скажем так, ну, никотин, алкоголь, тем не менее, как правило, не отказывают себе. Почему? Вы что-то знаете, то, что от нас простых смертных скрываете? Нет, я думаю, просто все люди одинаково слабы. Ну, вот колебания слабости, они очень несущественные. Нам кажется, кто-то сильный, кто-то там слабый. На самом деле, каждый слабый, каждый силен, и каждого человека можно привести в одно и то же состояние, только как бы доза влияния, она несколько различается. Поэтому врачи, они те же люди, чего бы они ни понимали головой, они не всегда способны этому жестко следовать. Но с возрастом какие-то вещи юношеские уходят, и люди становятся более стабильными, и поэтому иногда и более праведный образ жизни начинают вести. Ну, вы согласитесь со мной, я не знаю, как сейчас, но вот в советские времена студенты, медики, они пили и курили, ну, мне кажется, чуть все-таки больше, чем их провестники, которые учились в других. Сказали, в театральных студиях меньше курили? Ну, нет, ну, погемы – это вообще дневная история. Ну, если мы не… Я не знаю, я общалась широко достаточно, и у меня были друзья из инженерных вузов, которые дымили, как паровозы. Поэтому я… это трудно, мне кажется, сравнивать. Вы курите? Нет, я не курю. Но курили в студенческие годы, наверное, так и все? Я покуривала немножко со своими друзьями, и потом, когда я работала в реанимации уже, и руководила реанимацией в Первой Градской больнице. Вот тогда, по молодости, был такой период, когда я курила, и причем получалось, что достаточно много. Поэтому в один момент я себе сказала, что больше я не возьму ни одной сигареты. И больше ни одной не брала. Ну, а, допустим, такое традиционное для России вещество, как алкоголь? Ну, я, вы знаете, могу, когда я с друзьями, выпить красного, мне наберет бокал хорошего, вкусного. Во второй части передачи мы поговорим о вещах, которые условно можно назвать политические. Политику, условно говоря, политика, начнем очень издалека. Вы закончили вуз в брежневские времена. И есть две точки зрения на вопрос престижа профессии медиков во времена так называемого «застой». Некоторые считают, что тогда это была более престижная профессия, чем, допустим, в постсоветской России. Но есть мнение, что как раз именно в начале 80-х, в конце 70-х, престиж в профессии медика в Советском Союзе стал падать. Как вы считаете? Ну, пик престижа был действительно в период оттепели. То есть 60-е. В период таких романтических устремлений и особой, как бы, одухотворенности тех профессий, которые реально приносят добро другим людям. И вот мои мамы с папой, они как раз вот и друзья, с которыми я с удовольствием общаюсь и люблю их очень, они все представители этого периода. Когда училась я, престиж тоже был очень высок. Я закончила, ну, такую очень сильную московскую математическую школу и с золотой медалью. И, в принципе, возможности были поступать в разные вузы. Но медицинский вуз, он не только потому, что там была какая-то семейная традиция, он был очень привлекательный для меня. Действительно была такая, я бы сказала, может быть, морально-нравственная яма в 90-е и 2000-е годы. Сложный период, когда очень сложно жили наши люди. Все вас перебьют. Это было связано исключительно с материальным аспектом? С социально-экономической ситуацией в стране, как мне представляется. Потому что любого человека можно заставить в какой-то ситуации думать о том, чтобы достаточно было денег и еды для детей, для близких и так далее. И был пик, когда все потянулись в эти хлебные такие популярные профессии того периода. Но сейчас иной совершенно период. Вот буквально перелом наступил где-то 3-4 года назад. У нас практически 30 человек на место конкурс «Медицинские вузы». Причем интересен тот факт, что мы были вынуждены вместо обязательного распределения медицинского ввести механизм целевого приема. Целевой прием, который позволяет нам фиксировать по договору людей на необходимых рабочих местах для того, чтобы у нас не было дефицитов на менее привлекательных местах или менее развитых местах, а профицитов других. То есть для того, чтобы система сбалансированно работала, нам необходимо было включить этот механизм. Так вот, ребята, которые поступают по целевому приему в медицинские вузы, имеют вступительный балл по ЕГЭ существенно выше, чем в среднем по России на открытые конкурсные места. То есть идут лучшие, идут лучшие, с очень высокими баллами со всей страны, и мы просто ощущаем, что к нам приходят замечательные ребята сейчас в медицинские вузы. Вот вы в 90-е годы упомянули, не раз сталкивался с мнением, которое высказывали не только публицисты, но и люди из отрасли, в том числе из медицины, что в 90-е годы, то, что я сейчас озвучу, носит несколько конспирологический характер, поэтому я заранее это оговариваю, что 90-е годы намеренно разрушали здравоохранение и образование, исходя из неких каких-то стратегических интересов наших потенциальных противников. Вы считаете, под этими рассуждениями что-то есть, или это происходило по каким-то другим причинам экономического характера? Мне представляется, что это более такие, вы знаете, спонтанные были процессы, они просто были в конвее и в контексте всех изменений, которые в то время проистекали вообще в стране и в социуме. Поэтому я не усматриваю, я прекрасно помню все эти годы, я жила и работала в эти годы, и мое, собственно, продвижение, мое развитие профессиональное, оно в них же происходило. Никакого искусственного разрушения не было. Другой вопрос, что очень жестко недофинансирована была отрасль, денег в системе не хватало, не хватало на самые примитивные вещи. Если мы вспомним, скажем, начало 90-х, то в московские больницы люди приходили со своими простынями, иногда с солью, чтобы сделать физраствор. Я уже не говорю о том, что какие-то лекарства современные или еще что-то, этого ничего не было. Потом наступила волна, когда пришли, вот эта Бигфарма зашла в медицину отечественную, фактически транснациональные крупные корпорации фармацевтического бизнеса, которые, собственно, как нам тогда казалось, деньги дополнительные влили в систему, потому что позволяли врачам вдруг выезжать на конференции, там участвовать в каких-то международных семинарах, но при этом давали какие-то коробки с полубесплатными лекарствами своей фирмы и фактически приучали, приоритизировали свою продукцию, так скажем. Как я сейчас понимаю, это недорого стоило этим компаниям, это были совсем небольшие деньги, но при том, что мы жили очень бедно в тот период, это, собственно, помогло даже в определенный период времени. Но вот для меня это никогда не было как бы генеральной линией развития. Я вообще мало придавала значения всегда неким материальным ценностям, они всегда для меня были второстепенные. И так как бы в моей семье это водилось, потому что, когда меня воспитывали родители, мне говорили, что есть одна постыдная тема, которой приличные люди не касаются, это тема денег. Потому что должно быть какое-то развитие духовное, интеллектуальное, эмоциональное и так далее, в этом ценности основные человеческие. Это так и есть. Другое дело, что без денег тоже нельзя прожить и сделать какое-то дело, это понятно. Но, в общем, если, скажем, моими глазами на ситуацию посмотреть, в 87-м году я защитила кандидатскую диссертацию. И так получилось, что совершенно, ну, скажем так, случайно из одной темы, которой я занималась, мой учитель порекомендовал мне заниматься другой темой. Значит, тогда была идея создать первую в стране нейрореанимацию в Первой Градской больнице. Это было сложно сделать, потому что системно, нормативно такого подразделения нигде не было. Не было ни в каком приказе тогдашнего министерства. И мне, как бы, как лазутчику предлагалось, как бы, влезть в существующую систему общей реанимации и внутри захватить определенную, как бы, территорию, половину коек, и эти половины коек использовать совершенно по другим организационным принципам. И работая с коматозными больными, работая с больными, ну, вот, в том числе с острым инсультом, так вот именно там я столкнулась с этой темой, и потом определенный кусок жизни у меня был с ней связан. И у меня получилось это фактически вот с 89-го года я стала, ну, таким, как бы, куратором первого в стране нейрореанимационного отделения и занималась расстройствами сознания прежде всего, то, что меня ужасно интересовало. И для того, чтобы, как бы, войти в эту тему, мне пришлось себя дополнительно очень серьезно образовать, потому что я занималась таким круглосуточным мониторингом состояния мозга. Для этого мне завезли вот зарубежные компании бесплатно для кафедры, вот это я хочу подчеркнуть, значит, специальный прибор, который позволял тогда уже по многим каналам проводить мониторинг электроэнцефалограммы, кроме спонтанной активности мозга, вызванной активности мозга, и сомотосенсорные потенциалы, и стволовые, и слуховые потенциалы, и оптические потенциалы, и все это картировать. И я просто, вы знаете, колоссальное удовольствие получала от того, что я смотрела, что происходит, когда сознание уходит, когда оно восстанавливается, каким образом можно найти такие маркеры, которые позволяют предсказать возможность восстановления или невозможность восстановления функций мозга. И вот это как бы был такой пласт, это явилось темой моей докторской. Я докторскую, соответственно, защитила в раннем возрасте, то есть опробировала в 93-м году, а защитила в 94-м. То есть вот было 33-34 года. Но этого оказалось недостаточно, вот чисто как бы возможности прогнозирования. Нужно было влиять на мозг, чтобы его выводить. И вот тогда я углубилась в чтение литературы, самой разнообразной, но англоязычной в основном, и нашла определенные подходы интересные, связанные с дисбалансом нейротрансмиттерных систем. И вот в тот период как раз появились коктейли, которые осуществляли защиту мозга при разных ситуациях. Вот это был мой конек. Я влюбилась в эту тему надолго. Собственно, я обозначила эту тему в одной из своих первых статей английских, как нейропротекцию. И этот термин потом закрепился. И термин нейропротекция, он стал, в общем, как бы всемирным таким брендом. И получилось так, что в 1994 году впервые я выступила в Мюнхене на Большом международном конгрессе. Причем, в общем, мне новичку абсолютному, ну что там я приехала в то время постоять у постера, уже было почетным. Как бы, знаете, для людей, которые из Восточной Европы приезжали, там, из России и так далее. Мне дали возможность устного выступления. Значит, у меня было большое, достаточно 20-минутное устное выступление по теме метаболической защиты мозга. И после этого я получила сразу три контракта. Вот в перерыве между секциями ко мне подошли три человека. И предложили, дали свои визитки. И сказали, что они были бы счастливы меня принять в своих клиниках. Один из них, как я потом поняла, был отец американской неврологии, Марк Фишер. Очень известный профессор. Бостонский, это Массачусетский медицинский центр, институт неврологии. Он был директором. Второй, Инхаупл, это берлинская клиника Шерите. Ну и третий человек, потом я с ним никогда не сталкивалась. Он был, по-моему, испанец. Ясно, что я ни на какие контракты не согласилась. Но это дало мне возможность, как, знаете, такой открытый билет, быть визитинг-профессором. И у меня 1994 год открыл особый период в жизни, когда фактически я работала за рубежом. Очень много работала за рубежом. И в 1996 году меня избрали генеральным секретарем Европейского совета по инсульту. И дальше уже я считалась топ-экспертом международным. Особенно в своем направлении нейропротекция. Мы имели уникальные оригинальные разработки отечественные. И были впереди, на самом деле, планеты всей. И по нейропептидной протекции, по некоторым другим вопросам. В 2001 году меня избрали уже исполнительным директором Всемирной Федерации инсульта. Ну и, в общем, карьера такого международного эксперта, она удивительно складывалась. Но при этом я продолжала работать, безусловно, в России. В 1997 году я уже возглавила самостоятельную кафедру во Втором медицинском институте. А с 2004 года была директором института инсульта. Плюс к заведованию кафедрой. Но в какой-то момент, в 2002 году, когда я баллотировалась на президента Всемирной Федерации, мне наши друзья международные в анкете попросили четко определить для себя, являюсь ли я как бы наднациональным международным лидером или я представляю Российскую Федерацию. И я четко написала, что я представляю Российскую Федерацию. И я не могу сказать, может быть, даже больше уважения дополнительное ко мне появилось у моих партнеров международных, но какие-то нюансы мне показали, что я бы их, в принципе, больше устроила в другом качестве. И тогда у меня вообще достаточно жесткий характер, при том, что я легко так общаюсь. Я решила для себя, что достигнем не меньших, так скажем, успехов, если мы на территории нашей страны сделаем все, что необходимо. Необходимо. Ну вот, в 2001 году мне очень помогли руководители Московского здравоохранения. Они мне позволили сделать клинику образцово-показательную. Это был первый национальный центр инсульта в России на базе тогда строящейся 31-й больницы городской. Это больница на юго-западе. Главным врачом был Голохов Георгий Натанович. Впоследствии он был министром здравоохранения Москвы. И я у него сделала центр вот так, каким он должен быть абсолютно. Вот лучшая модель мировая. Тоже вне всяких наших приказов и так далее. Мы сделали эту модель и за год снизили летальность от инсульта на 300%. При всех формах абсолютно. Это были данные, которые даже меня удивили. Я понимала, что если делать все правильно, то будет хорошо. Но при этом я не думала, что будет так хорошо, потому что настолько резко можно изменить ситуацию. И тогда мы задумались с моими уже сотрудниками, каким образом сделать так, чтобы это было достоянием страны. Выяснилось, что на такой огромной территории, как наша, вот плоскостно сделать так, чтобы там полагается один центр на 200 тысяч населения, на 250 тысяч максимум. И вот сделать одинаково эти центры, одинаково оснастив, одинаково подготовив высоко квалифицированные кадры, это просто невозможно. Поэтому мы пришли к выводу, что нужна как бы двухуровневая система. То есть они должны быть двухуровневые центры, они должны быть первичные, которые должны иметь все Леги Артис, но базового уровня, чтобы человек никогда не умер. Это раз, потому что от инсульта на самом деле сейчас есть все технологии, от него невозможно умереть, если правильно вести больного. Другой вопрос, насколько ты его восстановишь, это другой вопрос. А на куст первичных необходим один второго уровня центр, он как бы компрехенсив, то есть он такой полноценный, высокотехнологичный, который имеет все, что имеет первого уровня центра, ну плюс еще кое-что. И он должен быть связан со своим кустом, в том числе телемедициной, для того, чтобы в случае чего подключаться при необходимости к любому первичному центру. Вот эта модель, она была разработана для России, и одновременно я ее представила на Всемирном Конгрессе, она получила золотую медаль. Потом вот эта модель, которая фактически сейчас мы ее называем сосудистой программой, она несколько лет вылеживала. Значит, ей дали как бы старт теоретически в седьмом году, а запущена она была только в восьмом году. Разработали мы ее во втором, в третьем году. То есть, в общем, все как бы во времени идет несколько отсрочно. На основе нашей программы сделали американцы с канадцами свою программу. На основе нашей программы? Абсолютно. Вот то, что я представила тогда на этом Конгрессе, оно было взято за основу. Вот эти сетевые структуры сосудистых центров, я тогда не думала про кардиологию, я занималась ангионеврологией, поэтому исходная эта программа, которую мы написали, она была противоинсультная. Но вот трансформировалось все в сторону. Значит, получилось так, что я пришла в Министерство здравоохранения, не зная никого внутри, поскольку никогда не общалась с официальными структурами здравоохранными. И попала на прием к директору департамента Хальфина Руслану Альбертовичу. Он сейчас в первом нашем МЕДе возглавляет организацию здравоохранения. Он после того периода, о котором я говорю, работал заместителем министра здравоохранения. И Руслан Альбертович, так получилось, вот все в звездной какой-то программе. Он на следующий день должен был для Зурабова, Михаила Юрьевича, тогдашнего министра, передавать зарисовки своей проекта, приоритетных проектов здравоохранения. И я к нему пришла накануне. И он выслушал и говорит, ну что же вы так поздно пришли. Да, он так удивилась. Говорит, а вы могли бы это все положить на бумагу к 9 утра? Ну, я говорю, конечно, могу. Я приехала домой, налила себе кофе. И за ночь я эту программу всю сделала на бумаге, к 9 утра ему принесла. И вот оно, пожалуйста. Михаил Юрьевич ее тоже одобрил, эту программу. Значит, в седьмом году, собственно, это вот и было начало седьмого года, он поставил меня выступить на коллегии Минздрава. То есть, на самом деле, вот то, что я рассказываю, да, кажется, что даже странно представить, что такое может быть. Может быть. Вот я вам говорю все, как оно было. Сто процентов правда. Сто процентов правды очень редко можно услышать от человека вашего уровня, что мне это довелось. Хотя у нас не получилось поговорить про политику. Я надеюсь, что это не наша последняя встреча. И очень вам благодарен за беседу. Спасибо. Спасибо вам большое.